Главный партнер TGSHOP.BY Продукция компании Rode известна во всем мире в первую очередь благодаря своей надежности и разумной цене. Особенный повод для гордости производителя вызывает расположение заводов в Австралии, где производятся и собираются практически все модели микрофонов. Rode NTR или NTR – долгожданная новинка, чересчур тепло принятая всеми пользователями. И сейчас мы постараемся выяснить почему. Комплект стандартный. Документация с наклейками. Мягкий чахот для защиты от пыли. И крепление на стойку. Корпус микрофона полностью металлический. Используется матовая краска черного цвета. На первый взгляд покрашена очень качественно. Надеюсь, в течение времени потертости не появится. Следов и грязи на таком покрытии не видно, поэтому при аккуратном обращении микрофон надолго сохранит первоначальный вид. Вес достаточно большой и приятно утяжеляет руку. Дизайн немного отличается от существующего модельного ряда, но в то же время в деталях прослеживаются общие черты, что определенно делает микрофон узнаваемым. Ленточный элемент скрыт за металлической решеткой с мелкой перфорацией. Сетка защищает блок от механического воздействия. С одной стороны отверстия жесткие и способны выдержать сильное давление, с другой – акустически максимально прозрачно и никак не мешает записи. Но стоит помнить, что такое решение не заменяет под фильтр. Он здесь обязателен. Обычно ленточные микрофоны пассивны и как следствие достаточно тихие и имеют спад на верхних и иногда низких частотах. Чтобы компенсировать громкость, при записи приходится поднимать гейн на предусилителе, тем самым одновременно повышая уровень собственного шума преампа, что делает запись более грязной, не прибавляя при этом недостающих частот. NTR – активный микрофон, то есть несет на борту собственный трансформатор с балансным предусилителем и требует фантомного питания. Эта активная часть увеличивает громкость сигнала без искажений и шума до уровня, свойственному обычным конденсаторным микрофонам. Трансформатор разработан с нуля самой компании, специально для NTR, поэтому удалось добиться критически низкого сопротивления. И что еще важнее, его сопротивление полностью идентично ленточному блоку, за счет чего в верхнем частотном диапазоне наблюдается большая частота и прозрачность. На практике это дает огромное преимущество перед обычными пассивными ленточными приборами. В отличие от них, NTR уже имеет достаточный уровень гейна для стандартной записи, поэтому с ним можно использовать любые предусилители, даже встроенные звуковые интерфейсы. А более ровный частотный диапазон расширяет сферу применения. Ленты для микрофона производятся путем нарезки тончайших алюминиевых листов толщиной 1,8 микрона. Нарезка осуществляется лазером, а не вручную, как у большинства производителей. Такой способ позволяет избежать микротрещин и провреждений ленты, влияя на ее срок службы и качество. Представьте, материал настолько тонкий, что легко разрушается простым тоновением. Именно поэтому ленточные микрофоны считаются очень хрупкими и слишком чувствительными к высоким уровням. К счастью, благодаря конструкции NTR устойчив к чрезмерно громким сигналам, и на этот счет можно не волноваться. Единственное, чего стоит остерегаться – падений и сильных ударов. Ленточный блок находится на специальном подвесе, который заменяет стандартные полки. Если потрясти под определенным углом, видна работа системы. В связи с этим микрофон можно крепить на стойку при помощи обычной клипсы. При ударе или в нечаянном касании на записи характерных звуков не будет. К слову, крепление из комплекта, на удивление, очень качественное и твердо фиксируется в любом положении. Чтобы микрофон оставался целым при транспортировке, разработчики придумали очень простое решение. Сверху корпуса находится винт, фиксирующий подвеску. Это спасает прибор от повреждений. Вновь распаковал девайс для записи, достаточно выкрутить винт, и система гашения вибраций снова работает. Для самых мнительных покупателей компания предлагает 10-летнюю гарантию и одну бесплатную замену ленты по желанию в течение этого срока. NTR имеет двухстороннюю форму направленности, или восьмерку. А это значит, что снизу и по бокам звук практически не проникает. Поэтому изолировать зону с нежелательными источниками звука и добиться более чистой записи будет намного легче. Если вы не знаете, типичные ленточные микрофоны имеют более темное, тусклое звучание, с придавленным верхом. Чаще всего их используют для записи гитарных кабинетов и оверхедов, но точно не как в качестве универсальных. После поступления в продажу на западных форумах стали появляться восторженные отзывы, и с каждым днём их становится всё больше. В моём городе после продолжительного теста сразу два знакомых звукорежиссёра с внушительным парком микрофонов, и съявили желание приобрести пару NTR. Зная особенность большинства моделей Rode, я ожидал от новинки примерно чего-то схожего, но вопрос верхнего диапазона оставался открытым. Оказалось, NTR звучит как качественная лента, только лишённая слабых мест. Мне понравилась детализация диапазона от верхней середины и выше. Верхние частоты в норме, а не завалены, как обычно у ленточных микрофонов. Также очень красиво прорисована деталь в нижней середине, но скорее всего в большинстве случаев её будет многовато, придётся подобрать. В общем целом я согласен с разработчиками. NTR звучит как настоящая лента с сохранением характера, натуральности и детальности, при этом с новыми нюансами, не присущим микрофонам данного типа. Активная схемотехника и особенности строения расширяют сферу применения Rode NTR, делая его своего рода универсальным микрофоном. Имея пару таких устройств студии, можно записать очень многое. Особенно мне понравилась работа с вокалом. Получается очень натуральное и сочное звучание. Предлагаю послушать необработанные аудиосэмплы различных источников. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok